Роль Путина в моей биографии очень важна. Я думал, ничего себе, какая жизнь, какой мир, какая у него походка, какая речь. Во всяком случае, он не бухает как то, но и это не так. Этот человек, который берет деньги за свои ретриги, и мы знаем, что он пиарит. Продажный и какой я плохой критик, это разные вещи. Репутация, это вообще единственное, что есть. У критика, у него вообще больше ничего нет. Вы омерзительное говно. Но эмоционально мне это, конечно, неприятно. Я думаю, что Ксения Анатольевна Собчак так может. Думаю, я представитель того последнего поколения, которое еще успело попользоваться бумажными картами, а в любом городе, куда я приезжала, я ориентировалась по внутреннему чувству. Честно сказать, это не та вещь, по которой я скучаю. Я очень рада, что сегодня в любой ситуации я могу положиться на профессионалов, на мой навигатор 2GIS, которым я пользуюсь всегда. И в Москве, и если мне случается оказаться где-нибудь. 2GIS — это невероятно удобное приложение, которое не просто поможет тебе добраться из точки А в точку Б, но еще и подскажет нужный подъезд или нужный этаж, поможет найти социальные сети того кафе, магазина или учреждения, которое вы ищете. 2GIS одинаково хорошо работает и для обычных автомобилей, и для грузовиков, и даже для пешеходов. Навигатор 2GIS покажет не только маршрут, но и точно обозначит время до его финальной точки. Навигатор 2GIS не только очень удобный, он еще и очень уютный и человечный. Если вы захотите, он будет разговаривать с вами не формальным официальным голосом, а голосом кого-то из людей, кому вы симпатизируете. Например, вы можете захотеть, чтобы по городу вас водил Николай Николаевич Дроздов, легендарный голос из «В мире животных», или знаменитый актер дубляжа Петр Гланц, или, может быть, известный и всем, я думаю, памятный голос Андрея Гаврилова, который дублировал многие видеокассеты в 90-е годы. Ну, а кроме того, вы можете захотеть, чтобы вашим проводником по городу стала я. 2GIS умеет разговаривать, в том числе, моим голосом. Я Галина Визифович, литературный критик. Маршруты у нас с вами будут исключительно литературные, но без спойлеров. Скачивайте приложение 2GIS, ссылка в описании. Когда я только переехала жить в Москву и пошла учиться в московскую школу, кинотеатр «Октябрь» был первым кинотеатром, в который я вообще когда-либо пришла в этом городе. И я испытываю к этому месту, к этому пространству очень теплые сентиментальные чувства. И тем больше моя благодарность за то, что именно здесь мы поговорим с моим дорогим другом, коллегой, единомышленником, постоянным собеседником на разных площадках, Антоном Долиным. Я думаю, что все вы знаете Антона Долина, даже если кино не входит в сферу ваших повседневных интересов. Антон – тот редкий представитель профессии кинокритика, который стал по-настоящему известен, по-настоящему знаменит даже за пределами узкой прослойки киноманов. И сегодня мы поговорим с Антоном о его собственных культурных предпочтениях, в том числе тех, которые не имеют ничего общего с кино, о том, как он пережил карантин, как это сказалось на его культурном потреблении, и о том, каково живется критику, который внезапно, в том числе внезапно для самого себя, оказывается фигурой общественного интереса. Ну и, собственно говоря, от наших предварительных бесед за кадром мы можем смело переходить уже к разговору в кадре. Во-первых, большое спасибо, что ты ко мне пришел. Это была одна из моих главных целей создания этого YouTube-канала, чтобы наконец прийти и поговорить про все интересное, сколько душа попросит и сколько времени хватит. И я, наверное, хотела бы начать с вопроса, который, по-моему, тебе еще ни разу эксплицитно не задавала, и который меня всю жизнь мучает. А как ты, ребенок из литературной семьи и выпускник филфака МГУ, почему ты, грубо говоря, не со мной, а почему ты вот в основном сидишь вот в этом зале, смотришь кино и при него пишешь? Почему так вышло? В какой момент ты свернул с торной дороги? Правильной дороги. Правильной дороги. Но неверно куда-то влез. Ну, во-первых, я был с тобой, когда просто ты еще сама не была в этом бизнесе или только в него входила. И это было связано с, ну, как и вся моя профессиональная деятельность, с некоторым универсализмом моих, ну, как бы, и взглядов, и вкусов, и стиля жизни, и всего вместе. То есть я интересуюсь, всегда интересовался всем и разным. Одновременно это и хорошо, и плохо. Потому что всем сразу, значит, ничем не достаточно глубоко. Это мы тоже все понимаем. Короче говоря, и после филфака я просто, как и все мы, вот мы с тобой ровесники, конечно, искал работу. Надо было где-то работать. Где выпускник гуманитарного факультета может, в принципе, работать? Вот во второй половине, в конце 90-х. Можно было пойти учителем в школу. И я так вышел, что уже отработал учителем в нескольких школах. Поэтому не очень сильно стремился. Я понимал, что это еще и грошовые деньги, унижения. Ну, в общем, много неприятно. Ну да, в тот момент это было действительно так. Ну да, абсолютно. Хотя мне очень нравилось. Вот, ну а идти там в аспирантуру или оставаться в науке, это меня ужасало хуже всего. Почему? Мне кажется, у тебя очень академичный вообще склад ума. Ну, он какой-то популяризаторский в большей степени, чем академичный. То есть мне нравится коммуникация, а не общение с фолиантами и манускриптами один на один. Это вот, мне кажется, для ученых. Ученый может вообще работать в стол. Он может не желать никакой аудитории. Мирской славы. Вот. Мирская слава как таковая не нужна. Но коммуникация очень важна. Я люблю спорить, разговаривать. Мне очень понравилось, что на защите моего диплома была какая-то дискуссия. Там люди начали тоже спорить, возражать. В результате все хорошо кончилось. А про что у тебя был диплом? Про советскую повесть-сказку. Это я очень был как раз им доволен. Я не знаю, к счастью, я не держал его в руках с тех пор. Наверное, сейчас я бы покраснел просто от одной страницы наугад взятой оттуда. А может и нет. Не знаю. Короче, я стал искать какую-то работу. Помогла мама. Она говорит, иди на Эхо Москвы. Я толком не знал, что такое Эхо Москвы. От политики я был предельно далек. Вообще ничего не знал. Знал, что президент Ельцин у нас. Это вот все. Правда. И я пришел туда. И Эхо Москвы странное место. С одной стороны там всегда было и даже до сих пор есть. Вообще все. С другой стороны, культуры там, хотя были отдельные люди специально работающие над этим, всегда не хватало. И ее поле все время сужало. Сейчас оно совсем небольшое. Практически незаметное. И сводится к двум-трем людям работающим. Раньше этих людей все-таки был десяток. И тоже говорили, раньше у нас была культурная служба Эхо Москвы. Сейчас уже нет. И так далее и тому подобное. Короче говоря, я туда пришел, конечно, от меня начальство. Как только я чуть-чуть прошел первичное обучение. Хотелось, чтобы я делал то, что должен делать корреспондент. Что я делал неплохо. Я бегал на митинги там Анпилова и коммунистов. Я делал репортажи с протестов шахтеров, которые у Горбатого моста били касками. Я летал на вертолете с спикером Госдумы над воюющим Таджикистаном и над Памиром. Я дежурил ночь, хотя туда запрещено было пробираться у горящей Останкинской башни. И передавал каждый час репортажи, что она все еще горит и пока не упала. Вот. Я участвовал в разборах, к сожалению, как бы завалов и вопросе свидетелей наутро после ночного взрыва на улице, не на Кашинском шоссе, а на улице Гульянова. На улице Гульянова были другие корреспонденты. Короче говоря, я вел нормальную репортерскую деятельность, но понятно, что у меня было некое образование. И в какой-то момент ко мне подошел Коля Александров, занимающийся литературой на Эйхе Москвы, по-моему, до сих пор. И сказал, слушай, есть такая рубрика книжечки, но я один заманался там пять раз, я не помню, даже семь раз в неделю рассказывать про новые книжки. Давай ты тоже будешь. И тогда это для меня было откровение, тебе бесплатно дают книжку. Да, это был мощный стимул прийти в профессию, я помню. Да, ну я как все в моем кругу, разумеется, я был совершенно помешан на книгах, книг как артефакт. И тогда кучу всего нового переводили, открывали, я помню, вот в те примерно годы появился там Милорат Павич, я прочитал Хазарский словарь. Это было чувство, ну, какое-то невероятное, что ты впервые дышишь в жизни кислородом, а то, чем ты до этого дышал, вообще был не кислород. И я такое часто испытал в 90-е годы с книгами. Было понятно, что книги это здорово. Но, повторяю, у меня очень много разных было культурных увлечений всегда, и сейчас их много. Например, я был, особенно в 90-е, совершенно безумный меломан. Сегодня я далек от актуальной поп-музыки, то есть я ее слушаю, но в сравнении даже с людьми поколения моих детей, я, можно сказать, вообще ее не знаю. А тогда я знал все больше всех, ну, и были люди, знавшие еще лучше, но у меня были эти коллекции, этих кассет, потом компакт-дисков, какие-то гигантские. Вот, и вот тогда, в 97-98 году, у меня была мечта самая большая поехать, которая так и не выполнила, в Англию на фестиваль в Гластенберге. Я когда смотрел на их лайнапы, что тут Radiohead, а тут Oasis, и Pulp, и Alison Chains приедет из Америки, думал, господи, одну из этих групп на полчаса увидеть, это уже абсолютное счастье на всю жизнь, а они все еще одновременно, у меня просто сердце разорвется. И одновременно с этим, 90-е годы, тоже не можешь этого не помнить, это были годы, когда кинообразование получала вся страна. Да, ты тоже жил в музее кино? Я жил в музее кино, безусловно, параллельно с этим, как все люди, все из самой глубокой провинции, челночники, люди любых профессий, вне профессии, когда наступал вечер или выходные, человек шел на угол, на ближайший. Там был хиос, в котором продавалось все, от водки до сигарет, и там были штабеля видеокассет, на которых было записано все, что из этого лицензионного, нелицензионного, понятия не имели, мы не знали. Мы не знали. Ну вот, и ты брал какую-то кассету и спрашивал, что новенькое? И ты мог купить кассету, на которой был фильм никому неизвестного режиссера «Криминальное чтиво», а к нему была дописка там «Зубастики 3», например, это в лучшем случае. Потому что мог быть и «Основной инстинкт 5», которого никогда никто не снимал, и на самом деле таким образом был назван какой-то другой старый венгерский порнофильм, например. Вот, каких только ни было там странных комбинаций. На самом деле это здорово, мы получили такой урок анти-иерархичности в кино, которого в западном мире ни у кого никогда не было. Они там знают, что «Феллини» — настоящее кино, а укропщение «Страптивого» — так ерунда. А у нас в СССР и в России вполне можно было сказать, очень люблю итальянцев. Вот «Челентано» и «Феллини» — два моих любимых. Кстати, «Челентано» выступает в фильме «Дольче Витта», так что не так друг от друга эти миры далеки, на самом деле. Вот. И кино я тоже любил. И когда я на этой работе открыл для себя такую вещь как информационное агентство, это было тоже открытие целого мира. Я читаю по-французски, немножко учился уже читать по-английски, там вот в «Франц Пресс» залезаешь, и там написано — открылся Каннский фестиваль, и там показали новый фильм Люка Бессона «Пятый элемент». Рассказывается, про что там Брюс Виллис в главной роли до нас еще не доползло, это мировая премьера. Ты читаешь в день этой мировой премьеры, и у меня, конечно, слюнки текли, и я думал, ничего себе, какая жизнь, какой мир. Но почему же все-таки фестиваль в Каннах победил фестиваль в Гластенберге? Абсолютно случайно. Потому что я написал письма электронные в Гластенберге с просьбой аккредитации, я понял наконец, что я могу аккредитоваться теперь. А еще я кроме книг бесплатных получил такую гениальную вещь, как пресс-показы, они впервые начали появляться в конце 90-х, что есть фильм, который показывают только прессе, раньше всех бесплатно. Все, что тебе нужно, чтобы его посмотреть, это просто потом на радио о нем рассказать. Но у меня как бы хорошо подвешенный язык взял и рассказал, чего проще. Ну вот, я написал запросы в Канна и в Гластенберге. А из Гластенберге они, ну, англичане, они отправили письмо почтой, почтой России. И когда оно пришло со словами, да, вы можете приехать в Гластенберге, у вас право на то, чтобы разбить свою палатку, все совершенно бесплатно. Фестиваль уже месяц как закончился. А из Канн прислали имейл со словами, мы вас аккредитовываем, приезжайте. Вот тебе и ответ на вопрос. Так и получилось, я поехал туда, я понял, что мне это очень нравится, что я это могу, я могу об этом говорить, я способен смотреть 5 фильмов в день, я могу смотреть их на иностранных языках, читать французские на тот момент субтитры. Вот, что это дико круто, и что для того, чтобы в этом удержаться, чтобы этот опыт был повторяем, мне нужно просто переходить на эти рельсы. И постепенно в течение пары лет я на них перевелся. И для меня, не скрою, был очень важный момент, то, что я видел, что к власти после там пары лет хаоса пришел Владимир Владимирович Путин. И в момент... Роль Путина? Роль Путина в моей биографии очень важна. Когда я побывал как корреспондент на паре его выступления, когда он сказал, что там из органов никогда навсегда не уходит, или что-то в этом роде, вот, я сказал себе, я не хочу заниматься политической репортерской работой в России. У меня получается про кино лучше, я буду писать про кино. Это довольно неожиданный ход мысли. Казалось бы, в этой ситуации, учитывая все, что я знаю о тебе в последующем, ты должен был сказать, ах так, ну так вот, нет, сейчас я вам тут всем покажу. Наверное, но прошло лет десять, прежде чем я понял, что индифферентным к политике я быть не смогу, но я рад, что я не в политической журналистике. Потому что почти никто из моих коллег, политических журналистов, не избежал одной из двух крайностей. Крайности, которые я одобряю, но которые, наверное, моя психика бы не выдержала. Записаться в ряды так называемой демшизы, и с самого начала, очень не люблю этот штамп, кричать, волки-волки под общий смех и слова, смотрите, у нас индустриализация, модернизация, молодой президент, смотрите, какой он красивый, как же вам не кажется, что он красивый, вы что? Вот, какая у него походка, какая речь, во всяком случае он не бухает, как тот, и прочее. И на все это находить ответы. Этого, наверное, моя психика бы не выдержала. А с другой стороны, иногда я читаю тексты начала нулевых годов людей, которые сейчас ходят на митинги, которые резко протестуют против власти, и там они восхищаются мюнхенской речью Путина, его трезвостью, его демократическими взглядами. И у меня глаза лезут на лоб, потому что все мое отношение к нынешней власти и нынешнему президенту было сформировано тогда, в 2000 году. Оно с тех пор ни на йоту не поменялось вообще. И я рад, что я вне этого всего, и могу об этом писать и говорить, как обыватель в соцсетях, соответствующий безответственностью обывателя, не эксперта, который не притворяется экспертом. Вот тут ты сказал для меня очень важную вещь. Я не могу сказать, что я как-то восхищалась нашей нынешней властью, но у меня она не вызывала, пожалуй, поначалу такого резкого отторжения. И вообще мне кажется очень важным сохранять за человеком право поменять мнение. У тебя нет такого ощущения? Ты так говоришь, как будто бы все твои мнения, они раз и навсегда сформированы и не подлежат коррозии с течением времени. Это же не так. У меня есть несколько ужасных свойств. И я правда считаю их ужасными и совершенно сейчас не пытаюсь кокетничать. Одно из них я недавно обнаружил, впервые в жизни для себя сформулировал, написал об этом в Фейсбуке, как всегда вызвал гору всего на свою голову. О том, что я человек абсолютно дифферентный к любого рода играм. Что я не люблю играть ни в какие игры, ни в какие. Я прочитала и расстроилась. Это правда, это так. Из-за тебя расстроилась, мне кажется, есть прекрасный большой мир. Так, конечно, гигантское количество людей, когда я говорю, что я футбол не люблю, говорят, ну ты просто многое теряешь. Наверняка. Но согласись, есть много вещей, которые каждый из нас теряет. Там, не знаю, прыжки с парашютом, экстремальный вид спорта. Наверняка. Я почти все кино потеряла. Ну вот, без всякой иронии, каждый из нас совершает выбор и отказывается от кучи вещей. Просто это та вещь, от которой большинство не отказывается. Люди поражаются, когда я говорю, что я ни разу в жизни не курил. В смысле, ни разу в жизни не сделал затяжки сигареты. Никогда. Говорят, как же, а попробовать? Я говорю, зачем? Этот вопрос всех ставит в тупик, потому что нет никакого ответа. Просто for the sake of it. Просто так. Вот. А я никогда. Ну вот так я как-то устроен. И вот у меня много таких странных черт. К чему я веду? Одна из моих самых странных черт. Я никогда, в самом случае, радикально в жизни не менял свои мнения. На важные вопросы. Важные для меня. Никогда. А вот что касается оценки художественных произведений. У тебя бывало такое, что не любил, не любил? Есть только одна форма, в которой я этот ревизионизм себе допускаю. Это если я в чем-то не разобрался и вынес некую скоропалительную оценку. Это бывало очень редко, но таких случаев несколько есть. Например? Вот относительно чего-то было? Ну, в кино в основном. Ну, понятно. В основном это какие-то экзотические кинематографии, в которые я не въехал. Угу. Например, вот два режиссера, которых я сейчас очень сильно люблю. Прямо сильно по-настоящему. Цай Мин Лянь и Дзя Джан Ке. Дзя Джан Ке – китаец. Цай Мин Лян, ну, в принципе, этнически тоже, но он из Малайзии, там, житель Тайвана и так далее. Цай Мин Лянь снимает очень изысканное авторское кино. Его называют таким азиатским «Антониони», то есть медленное, молчаливое. А Дзя Джан Ке, он такой близок к документалистике, хотя фильмы игровые, часто снимает непрофессиональных актеров. Короче говоря, когда я смотрел их первые в моей жизни фильмы, я просто не понял, что там может быть хорошего. То есть в одном случае это был очень скучный фильм с каким-то рабочим классом крестьянским или рабочим классом или крестьянами китайскими. Я думаю, чего вообще? Я их с трудом разбирал, терял интерес. В другом случае я просто отчаянно скучал. Или вот корейский режиссер, очень любимый синефилами Хон Сан Су. Долгие годы меня страшно бесило, последний его фильм мне прям нравится. Вокруг него целый культ, меня культ отдельно бесил. А тебя вообще бесят культы, извини на секундочку? Бывают, конечно. Ну как и каждого. Ну, синефильские культы, можно попозже к этому вернуться, если хочешь. Это отдельный просто совершенно сюжет. Дело не в этом, а в том, что я готов, хотя я люблю говорить, что я никогда не ошибаюсь, это разумеется, просто бравада, понятно. Но такая бравада, помогающая мне жить. Как Ларс фон Тригер говорит, что он лучший на свете режиссер, когда я его спросил, действительно ли он так думает, он сказал, помялся чуть-чуть и говорит, I see it as a tool. То есть я смотрю на это как на инструмент. Инструмент, ты говоришь себе что-то лучшее, это помогает тебе работать, кому-то это, может быть, мешало бы. Называется аффирмация, я знаю такое слово. Да, ну вот видишь, а я не знал, теперь буду знать. То же самое у меня с тем, что я всегда прав. Конечно, я не всегда прав, но вот это утверждение помогает мне очень серьезно взвешивать свои суждения, даже когда я быстро их высказываю. На самом деле у меня в голове проходит некая работа, и я горжусь тем, что то, в чем очень многие люди вокруг меня, вот, например, история с Путиным, сильно, иногда кардинально поменяли свою точку зрения, у меня она не то, что кардинально, она почти не усилилась. То есть когда-то я это сформировал, и я с этим живу, и с очень многими вещами так. Вот, а когда я скороспела о чем-то, чего я не знаю и в чем я не разбираюсь. Слышишь, я назвал трех режиссеров, Тайвань, Китай, Корея. Тут, в общем, понятно, что с полтенка не разберешься. Абсолютно. И ты, думая о том, что ты же кинокритик, ты смотришь просто кино, и если тот фильм был смотреть нескучно и классно, там, Ком Триера, а тут тебе как-то тоскливо, значит, наверное, и фильм нехорош. Но потом ты начинаешь понимать логику или ловить юмор. И в некоторых ситуациях это совершенное блаженство и наслаждение начинать въезжать постепенно. Это не обязательно значит начинать любить, хотя может значить. Вот эти у меня были случаи. Это всегда было связано с какими-то чужими просто мирами и культурами, которые своей чуждостью вызывали изначальное отторжение, и я рад, что я его смог преодолеть. Но только в этом случае. А вот в обратную сторону, например, мне один раз был какой-то опрос, меня спросили, Антон, а вот можете назвать, мы проводим опрос, всех ваших коллег уже опросили, теперь вы скажите, что-то вот кино, которое вы очень любили, а теперь вам типа стыдно признаться, и теперь вы понимаете, что это было барахло. Я моментально, недолго думая, сказал, у меня такого нет. И если я что-то сильно любил, эта любовь никуда не делась, она осталась важной в этапе моей жизни. Недавно прочитала чудесный пост про группу Любе и любовь к ней. Да, вот это один из самых ярких примеров. Я сейчас не стал бы ни за что слушать группу Любе, но я не понимаю, как можно вот провести этот культурный канцелинг и задним числом мою любовь к ним, которая несколько лет у меня занимала, взять и перечеркнуть, как себя перечеркнуть. Я не хочу себя перечеркивать. Это часть меня. Может быть, сегодня я слушаю Беллу Бартака, потому что я все время отслушал Любе. Как работают нейтронные связи, как мозг вообще это все соединяет, на самом деле никто не знает и не умеет проанализировать. Это часть, это один из кирпичей, из которых строюсь я. Как я могу из основания себя вытащить кирпич и его выбросить? Или его перечеркнуть? Он уже есть и все. Поэтому, ну, я не перечитывал уже последние лет 25, наверное, книгу Айвенга. Но что делать с тем, что когда мне было даже не 12, а там 8, 9, 10 лет, я ее раз 5, наверное, прочитал и знал ее наизусть. А фильм, фильм Айвенга, помнишь? Советский, да. Советский ты имеешь в виду? Да, он мне очень нравился. И нравится до сих пор, я его просто не пересматриваю. Мне хватает одного клипа, где там они штурмуют замок Фронда Беха. Под песню... Под песню Высоцкого. Одна из лучших вообще песен в мире и, может быть, лучшая песня Высоцкого для меня. Вот. И я смотрю этот кусок. Я вижу, как там поставлены бои. Не очень-то хорошо. Вот. И Борис Хмельницкий с топором. Ну, неважно. Я смотрю, и мне хорошо. И мне не нужно смотреть целый фильм. Мне не нужно, чтобы я его смотрел, сейчас смотрел на часы, думал, скучновато, как-то. Зачем? Он уже... Этот фильм, какая-то книга, в моем формировании сыграли суперважную роль. И хватит. А каким-то другим важным для меня текстом, или фильмом, или музыком я, наоборот, возвращаюсь. Любые я переслушивать не стану. Вот. А все равно Доброжирака я всю жизнь перечитываю, например. Это абсолютно подростковое чтиво. Я готов на этом настаивать. Но оно прекрасное в этом качестве. Вместе с тем, это гениальный текст. И, по счастью, есть, не знаю, 3-5 переводов на русский. Все интересные. А у тебя какой любимый? Щепкин и Куперник, потому что он был первым. И у меня. Это тут очень простой ответ. Не потому что он лучший. Импринтинг, да. Например, Боевская потрясающая, очень интересная перевела. Но с тех пор, как я прочитал по-французски, я переводы читаю уже из такого интереса, почти академического. Ну, с детьми же надо еще прочитать. Ты же не будешь читать по-французски с детьми? Я не умею читать детям пьесы вслух. Это сложная история. И поэтому я просто вводил... Аркадия еще нет, но ему только 11 исполнилось. А Марка на не самую лучшую, но неплохую постановку, традиционную в театр. А недавно на очень хорошую английский перевод, а современенный, сделанный тоже очень классно. И мы ходили вместе в кино на трансляцию. И еще пойдем, конечно. Ну, вот от этого текста я, например, не устаю. Хотя я продолжаю считать его подростковым. А трех мушкетеров я не перечитываю или Айвенга. Но они для меня остаются важными, и все. Поэтому ничего я не стыжусь. Никаких своих юношеских и детских любовей. И в этом отношении тоже как бы вот я не меняю своих мнений почти никогда. А вот за прошедший год, год карантинно-коронавирусный, у тебя что-нибудь в твоем культурном потреблении изменилось? Я объясню, почему я спрашиваю. Потому что для меня в некотором смысле ты такой идеальный потребитель культуры. Я не могу сказать, что всегда с тобой соглашаюсь, но я всегда, во-первых, понимаю, что ты говоришь. Во-вторых, для меня во многих случаях твое мнение является такой рейперной точкой, от которой я себя могу отсчитать. И я знаю, что мое потребление культуры за прошедший год очень сильно изменилось. Мое тоже. А твое как? У меня появился, например, большой сегмент классики, которая очень давно от меня ушла. И мне казалось, что вряд ли я к ней когда-нибудь вот так вот системно вернусь. То есть я перечитала главные романы Толстого. Я прочитала кучу Тургенева, которого не читала никогда. Я прочитала «Фрегат Паллада». И для меня это теперь одна из вообще любимейших книг. То есть это те вещи, которые я не могла себе долгое время представить, потому что так же, как и ты, я же живу вот в этом унц-унц. Новое вышло, нужно скорее бежать вперед. Да, конечно. Для меня это, наверное, главное событие. Кроме того, я наконец стала хоть немножко смотреть сериалы, на которые у меня раньше вообще не было никакого ресурса. А что случилось с тобой? Расскажи. Несколько изменений. Все интересные. И не понимая, насколько фундаментально или сейчас закончится вот этот странный период между временем, и я вернусь к своей предыдущей рутине. Во-первых, да, сериалы. Потому что мне вообще полагается их, знаете, смотреть, но никогда не было на них времени. Я смотрел в год, может быть, один или два сезона чего-нибудь. И уж, конечно, такая роскошь, как пересматривать сериалы, ее в моей жизни просто никогда не было. Вот. За этот год, когда было очень мало нового кино, я посмотрел, я считал, по-моему, 25 сериалов. Вау. Некоторые в нескольких сезонах. А что бы ты хотел из них отметить? Ну, несколько потрясающих. Во-первых, на меня очень сильное впечатление произвел рассказ «Служанки». Я согласен, что он ухудшается по мере сезонов, но его кинематографическая и визуальная сторона очень сильна. Из недавнего меня очень впечатлили «Наследники». Это прямо, я считаю, выдающееся произведение. Драматургическое, прежде всего. Вот есть сериалы двух типов для меня. Те хорошие сериалы, о которых я говорю. Ерунда – это ерунда. Сериалы двух типов. Есть сериалы, которые ты смотришь и думаешь, ну, это фактически кино. Ты смотришь, просто оно длинное. Ну, как там сериалы «Линча» или «Сарантино». Это кино. Просто оно поделено на серии. «Фанни Александр». «Фанни Александр», конечно. Я, кстати, вот сериальную версию «Фанни Александр» полностью пересмотрел сейчас. Не так давно написал… Шесть часов? По-моему, пять или шесть всего в сравнении с тремя кинотеатральными. Но все равно это очень сильно отличается. Ну, «Фанни Александр» для меня просто один из главных фильмов в жизни и сериалов, и кого хочешь. Но я просто написал статью для искусства кино, который очень доволен на тему того, почему это сериал, а не фильм на самом деле. Потому что для Бергмана важнее была сериальная версия. Вот. Потом… Так вот, два вида. И, с другой стороны, есть сериалы, которые представляют собой отдельный вид искусства, которые не хочется называть кино. Это не кино. Это не фильм. То есть формально в нем играют актеры, написаны сценарии и так далее. Но и принцип сюжета сложения, и абсолютный уход на второй план роли режиссера. Вот режиссер тут не так важен. А, например, актеры и драматургия дико важны. Вот в «Наследниках» это так. Или «Тьма» нетфиксовская, очень она мне понравилась немецкая. Который «Дарк». Да, «Дарк». У меня дети почему-то его страстно любят. Это не совсем кино. Это такой… Такая головоломка… Ну, в качестве книжки я от нее устал бы почти моментально. Но в ней есть визуальность и музыка, которая его как-то держит. «Хранители» – потрясающий мини-сериал, который основан на комиксе Алана Мура. Но, на самом деле, это продолжение и фантазия на тему. «В наши дни перенесенная». Гораздо лучше, чем экранизация полнометражная. Мне так понравилась экранизация. Вот это, на мой взгляд… Она же невероятно красивая. Это не менее красиво, хотя сделано за меньшие деньги. И там настолько все это интересно переосмысленно в наших днях. И гениальная, абсолютно гениальная роль Джереми Айронса. Просто фантастически прекрасная. Вот. «Хранители» сильно впечатлили. Потом мне очень нравится сериал под названием «Невероятное». Это тоже, по-моему, Netflix. «Обеливабл». И это, вопреки названию, совершенно реалистическая история про поиски двумя женщинами-детективами серийного не убийцу, а насильника. И это фильм в рамках всех этих современных борьбы с апроприацией разного рода. То есть фигуре насильника там не уделено вообще никакого внимания. Это все вокруг истории двух женщин расследующего дела и девочки, которую изнасиловали и которые просто не поверили. Почему «Онбеливабл»? Потому что она рассказала и решила, что это она просто придумала, что с ней ничего такого не было. И все. А дальше начинается как бы этот сюжет. И если бы поверили, тогда не было бы серийных изнасилований. Собственно, маньяк увидел, что можно остаться безнаказанным и пошло-поехало. Вот. Но это несколько, которых я вспомнил сейчас. На самом деле, гораздо больше. Видишь, я сейчас уже с десятых вспомнил, а я видел, конечно, гораздо больше. А у тебя нет? Вот у меня за прошедший год произошло некоторое изменение вообще модели чтения. Ой, да, у меня тоже. Ну, во-первых, ты сказал про классику. Я очень много классики пересмотрел киношной. Да, я читала твои прекрасные подборки на видео. Да, для подборок этих я пересматривал часто фильмы. Ну, некоторые, помнишь, наизусть, а какие-то хорошо бы воскресить. И у меня, наверное, наибольший кайф был от возвращения к Бунюэлю из всего. Вот это вот потрясающий ангел-истребитель. Это же история про людей, которые не могут выйти из дома. Они пришли все вместе на какой-то вечер. И дальше они... И там ничто. Там не закрыты двери. Просто они подходят к выходу из дома и не могут выйти. Вот на этой презумпции все основано. Настолько было похоже на то, как мы несколько месяцев все провели. У нас же тоже решеток не стояло. Мы просто не могли выйти из дома. Вот. И я к этому фильму все время возвращаюсь. Но не только к нему, но к нему в частности. Чтение. У меня с чтением случился кризис. Я прочитал несколько книг, которые мне очень понравились. Самая из них сильная, наверное, была вторая книга из цикла «Моя борьба» Карла Уве Кнаусгора, норвежского прекрасного писателя, которая называется «Любовь». Цикл называется «Моя борьба», а вторая книжка называется «Любовь». И она меня прям дико захватила. Может быть, вот эта интимная интонация как-то резонировала со мной. И еще я прочитал в другом переводе, чем я читал раньше. В третий или четвертый раз я его читал. Декамерон. Потому что он соответствовал. О, да. Это была главная книга. Зе книга нашего года. Вот именно так. Я читал в переводе «Веселовского», мне гораздо больше понравилось, чем в переводе «Любимого». Как-то вот с Декамероном у меня случилось то же самое, что за год до того с Дон Кихотом. Вот какое-то такое важное чтение, которое придало вес этому году в смысле литературного впечатления. Кроме этого, правда, много киношных книг прочитал, перечитал. Вот книгу Питера Богдановича с Орсеном Уэллсом, например, замечательную, очень увлекательную. Но, по большому счету, мне почти нечего и вспомнить, чтобы я за год вот такого сильного прочитал. Я понял одну вещь. Очень для тебя нехарактерно. Нехарактерно, совершенно. Понял одну вещь. Я очень много читал в пути. Я очень много езжу. Самолет же лучшее место для чтения. Ну, я не только... У меня и поезда. Очень много езжу на поездах, много на самолетах. Гостиницы вечерами, если я один где-то. Книжка. Лучший товарищ. Лучшего нету. А дома... Дома вот... Музыка – да. Кино, если вместе – да. Чтение – индивидуальное занятие. А с изоляцией друг от друга внутри квартиры, где ты живешь с семьей, очень сейчас плохо. Или надо для этого иметь какую-то другую квартиру. И поэтому чтение, ну, вот такие, там, полчаса перед сном я могу себе дать. Но для этого должна быть такая книга, которая захватит, вот ты не можешь остановиться. И как же много книг я начинал. Один раз полчаса, второй раз полчаса. Сколько уже? 105-я страница. Ну, когда-нибудь потом. Закрываешь, откладываешь. У меня уже целая стопка их рядом с кроватью. Совершенно этим не горжусь. Вот. Но и не стыжусь, потому что я давно себе сказал, что если книга не идет, надо ее оставлять. И вообще, у меня в отношении культуры, культурного потребления, ты про это сказала, у меня есть своя, это, не знаю русского слова, полиси. Полиция. Свое, свое правило. Мое главное правило, что в кино я себя заставляю, надо посмотреть и надо внимательно. Больше ни в чем я себя не заставляю. Ни в музыке, ни в путешествиях, ни в литературе, ни в, не знаю, театре. У меня нету обязательных пунктов. Можно пропустить все, что угодно, даже если весь мир говорит только об этом. Если хочется чего-то, тогда бери это, потому что хочется. Потому что жизнь у тебя одна, и она коротка. А вот у меня всегда есть некоторое подозрение, касающееся взаимозаменяемости сериала и книги. И вот то, что ты говоришь, что ты за этот год много смотрел, несвойственным для тебя образом, много смотрел сериалов и мало читал книг, мне оно как раз косвенно образом подтверждает мою теорию. Потому что мне всегда казалось, чем книга принципиально отличается от фильма. Ты с книгой очень долго живешь. Конечно. Ты к ней прикипаешь душой, и кино – это все-таки такое короткое переживание, короткое впечатление. То есть оно может потом с тобой долго оставаться. Нет, конечно, ты совершенно права. А сериал… Почему я всегда к сериалам отношусь несколько ревниво? У меня никогда не было дурных чувств к кинематографу, а к сериалам я всегда очень отношусь ревниво, потому что мне кажется, что люди, которые говорят, что у меня нет времени на чтение, они на самом деле говорят, я больше люблю смотреть сериалы. Ну, многие из них точно. Ну, почти все. Некоторые даже прямым текстом это говорят. Да, но сериалы съедают то пространство, которое раньше было зарезервировано за книгами. Не только время, но и эмоция. Пространство и время – именно так. Пространство в твоей голове, в твоей душе и время твоей жизни. А у тебя нет вот этого… Я поскольку… Мне приятно думать, что в отношении книг мы с тобой как-то где-то в одной… в одном сегменте спектра… И make reading great again – это важный элемент. А вот у тебя нет тревоги в этой точке, что сейчас нас всех… всех нас читателей съедят вот эти все… они сериалы-смотрители? Нет. Нету. Знаешь, я… У меня есть одна теория, которую я… на которую я все больше думаю в последние месяцы. Мне кажется, она заслуживает какой-то отдельной статьи, если не книги, не обязательно моей. Кто угодно может написать. Вот я сейчас говорю – дарю прямо. Я ее для себя назвал эластичностью культуры или эластичностью искусства. Мне кажется, что потрясающее свойство искусства… И оно действительно необъяснимо. То есть ты не можешь научно или логически… Я не могу логически или научно это обосновать. Искусство рождается, появляется, и дальше оно живет вечно. Никакое из искусств не умирает. Нет ни одного из видов искусств, которое умерло. Ни одного. Наскальная даже живопись до сих пор в граффити живет. И не надо говорить, что это не то же самое, потому что это абсолютно то же самое. И можно сказать, что они трансформируются до неузнаваемости, но и это не так. Вот есть очевидные первые… Да, вот как собой канареек брали шахтеры, потому что если какой-то не тот вредный газ, канарейки первые умирают, когда человек еще не чувствует. Мне кажется, такие канарейки в искусстве – это опера и балет, которые точно должны были давно умереть. Вот железно. Это бессмысленные, архаические, тяжеловесные, высокобюджетные, непонятные условные вещи. И любой нормальный человек, который никогда не был в опере и балет, будет просто смеяться, глядя на то, что люди истязают себя до полусмерти, чтобы в каких-то необъяснимых пачках на пальцах ног стоять, крутиться. То есть это такой бред. А когда для того, чтобы кто-то кого-то убил, надо петь специальные рулады, и стоит убийца с ножом, убиваемый без ножа, и тот ждет терпеливо, пока он, занеся нож, допоет пятиминутную арию. Господи, но это бред. Это совершенно абсурдная история, порожденная ритуальными развлечениями, сходившей от скуки с ума аристократии много столетий тому назад. Но ведь опера и балеты живы, и мы можем сказать, что появился современный танец, это совсем уже не то, и что оперы современные пишут, или есть вместо опер мюзиклы, и вот ставят новые мюзиклы, и мюзикл-то любому понятен и близок. Но! Ужас-то в том, что Борис Годунов в шапке Мономаха до сих пор выходит на сцену историческую Большого театра, и зал переполненный, и все билеты продаются, и Лебединое озеро и Щелкучек, они неистребимы, и они будут их танцевать так придумали Петипас Григоровичем, друг с другом не договариваясь. И они через 300 лет, через 500 будут существовать точно так же. И они, я думаю, что если мы сегодня посчитаем количество людей, которые ходят на балет или слушают оперу, мы с ужасом поймем, что их гораздо больше, чем в 19 веке, когда это все расцветало. Просто я думаю, что пропорционально, в процентах, я думаю, столько же. Ну, хорошо, столько же, это же тоже невероятно. Они же должны были умереть своей смертью, опера и балет. Но главное, что все виды, есть виды искусств, которые, ну, как бы невозможно убить. Например, архитектура, да, обустройство жизни человека. Понятно, почему архитектура вечная. А литература, вот ты приводишь некое суждение, вот сериалы вместо книг тогда, зачем, типа, нужны книги? По идее, в этом есть своя логика. Но, тем не менее, мы видим, сколько книги прожили. Я помню, Убертек об этом читал лекцию и со смехом говорил, что да, да, вы говорите, что интернет. Да, интернет-файл я написал его, на одну кнопку, ни на одну нажал, и он исчез навсегда. А книги 12 века, там, не знаю, до нашей эры до сих пор есть, они существуют. Ну да, какие-то сгорели в каких-то библиотеках, но какие-то дожили до наших дней. И люди до сих пор их исследуют, читают и прочее. Поэтому мне кажется, что литература, пока есть человеческая речь и есть человеческое мышление, она будет, она будет производиться, она будет потребляться. Другое дело, как количественно эти флуктуации будут выглядеть? Вот сейчас меньше печатных книг. Или опрос проводим, раньше читала, не знаю, 80% человечества, а сейчас 63%. Значит ли это, что еще через 20 лет их будет 43, потом 23, а потом... Нет, это значит, что сейчас такая фаза, такой период, дальше будет другая. И уж, конечно, когда люди начинают говорить, а умрут ли кинотеатры, умрет ли кино? Я говорю, кино только родилось, это самый молодой из всех искусств. С какой стати оно умрет? Ну, кинотеатры точно умрут, это так старомодно. Друзья мои, почему музеи не умерли? Почему до сих пор люди выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть на эту несчастную Моно Лизу? Ведь с тех пор уже есть инсталляции в пустынях, на горах, где-то на улицах. Вместо скульптур живые люди стоят, занимают какие-то позы. Вместо картин какой-то микроспектакль делается, наклеиваются кусочки мусора на кусочки мусора. Но продолжает существовать эта живопись, продолжают существовать традиционные музеи. Их посещаемость растет, а не падает. И она никогда никуда не денется. В университете я много лет преподаю предмет, который называется академическое письмо и критическое мышление. И одна из главных задач, которую я ставлю перед собой и своими студентами, это умение распознавать, описывать и исправлять ошибки в тексте, сделанные иногда случайно, иногда и намеренно. Онлайн-школа Skill Factory преподает примерно те же навыки, но только применительно к программному обеспечению. Если вы поступите на программу, которая называется «Тестировщик программного обеспечения», то через 8 месяцев вы научитесь видеть ошибки в программном коде, описывать их и помогать разработчикам их устранить. И это работа, которая в будущем обладает огромным потенциалом. После 8 месяцев учебы в Skill Factory вы, во-первых, получите собственное портфолио, потому что большую часть этого времени вы будете работать самостоятельно при постоянной поддержке наставников и преподавателей. И с этим портфолио вы можете начать искать работу. И, возможно, работа, которую вы найдете после Skill Factory, станет вашей первой работой в сфере электронных технологий, самой, наверное, перспективной и многообещающей сфере сегодня. Ссылка в описании. Я, на самом деле, еще одна тема, которую мне хотелось с тобой обсудить, это тема нашей с тобой странной выморочной профессии. Вот сколько лет я занимаюсь книжной критикой, столько лет мне объясняют, что книжная критика мертва, умерла, может быть, когда-нибудь возродится, но нет, умирает у нас на глазах и так далее. А что ты думаешь о вот этом занятии такого странного рода, когда есть искусство, а есть при нем странные люди-толкователи вроде тебя или меня? Мы зачем? И как бы ты сам описал нашу функцию? Мы зачем нужны? Ну, во-первых, это тоже романтическая, да и не во всех романтических традициях концепция того, что художнику его произведение принадлежит каким-то жалким книгопродавцам, как у Пушкина, а не только книгами торговать гораздо. И что мы ближе, как мне недавно про один нравящийся мне фильм написала коллега, что ж ты так его пиаришь, что мы как бы пиарим, торгуем, занимаемся... Это главное оскорбление к нашему... Да, да, так и есть. Что мы занимаемся пиаром, а тогда как художники занимаются производством. Но вообще-то говоря, начиная с той же самой античности, считалось, что произведение, даже то, которое создаётся индивидуально, а кино создаётся ещё и коллективом, да, то есть там вообще сомнительно, когда режиссёр говорит, это мой фильм, да, актёры чего-нибудь, они просто в стороне постояли. А сценарист вообще без него ничего не работает. Художник по костюмам, кто угодно, каждый осветитель важен на самом деле для создания этого. Будет не так, иллюзия рассыпется и всё. Ну, неважно, я сейчас не об этом, а о том, что даже индивидуальное творчество. Откуда эти концепции? Музы и вдохновение? Или концепция Бога, который тебя вот поцеловал, и ты смог написать «Я, Франсуа, чему не рад, увы, ждёт смерть злодея». Как бы... Вот... Это не ты сам. Почти каждый художественный человек скажет, вот, как говорят, посетила, вдохновение не посетила. То есть есть какая-то субстанция. А художник — это некая антенна, которая её улавливает. Транслятор. И транслирует. В этом смысле мы... Ну, хорошо, мы не трансляторы, мы ретрансляторы. Мы тоже занимаемся трансляцией. То есть есть некая субстанция драгоценная. Она витает где-то. Есть люди, у которых есть поразительный дар её материализовать во что-то. И это материализация, это труд. Это не только поцелованность Богом. Они совершают некий труд, и эта вещь появилась. А мы эту вещь не продаём. Мы бы продавали её, если бы мы были коммерсантами и сделали бы на этом бизнес. Есть и те, кто продают, им тоже большое спасибо. Но мы умеем её донести до потребителя. Рассказать, объяснить, прочитать. Чтение — это тоже талант. В чём была гениальность Белинского? В том, что он был гениальный читатель. Прежде всего. Он не так хорош, как стилист. У него не такие оригинальные, парадоксальные мысли. В этом смысле Писарев гораздо круче. С его радикальным... Но Писарева читать интереснее. Ну, конечно. Он стилистически прекрасен. Но иногда он абсолютно просто мимо. Мимо. Он пишет, что «Гроза — это переполох в семейном курятнике». Красиво сказано. Но он же ни хрена не понял в этой пьесе. Он просто не въехал. Вот. Ну, никто не обязан всё въезжать во всё. Но Белинский въезжал почти во всё, о чём он писал. Он понимал. Он умел прочитать и почувствовать. И это особенный дар. Это тоже антенна. Вот к чему я говорю. Это другого типа антенна. И поскольку вот эта драгоценная субстанция, которая во что-то материализуется, не может существовать вне потребителей, те люди, которые это доносят до потребителей, это не только мы, но и книгопродавцы. Конечно. Конечно. Вот. И мы, и они — это те люди, без которых это взаимодействие поэта и его музы абсолютно непродуктивно и бессмысленно. То есть получается, что пока искусство, а я рассказал тебе о своей теории эластичности искусства, оно будет всегда. Значит, критики будут всегда. Значит, любые разговоры о смерти, кризисе, критике — это всего лишь реакция на изменение формы этой критики. Какие изменения произошли в последние несколько десятилетий? Мы все их можем назвать. Во-первых, падение глобального доверия к институту экспертизы. Потому что кто-то имеет право большее, чем другой, сказать, что хорошо, а что плохо. Во-вторых, глобальный релятивизм и отсутствие представлений, что этот вкус хороший, а этот плохой. Что вот это высокое, а это низкое. Что делать так в искусстве хорошо, а так плохо. Как говорит Леонид Десятиков, лучший, я считаю, отечественный композитор, говорит, я всеяден, для меня любая музыка, что Филипп Киркоров, что Radiohead или Земфира, что Малер. Это просто набор звуков, мелодий, которые можно как-то использовать, услышать, получить удовольствие. И он совершенно прав. Это так и есть. Или как художник Дмитрий Гутов, когда ему стали про какую-то картину, он там вывеселся в СБУ, что-то писать, он говорит, это просто пигмент, прилепленный к холсту. Так и есть. Или когда Сорокину говорят, почему же у вас так много насилия и всякого дерьма в вашей книге, он говорит, это просто значки на бумаге. Все они правы. Вот. И как бы с этой точки зрения мы занимаемся тем, что эти значки доносим и как-то это самое. Поэтому релятивизм, да, он тоже пришел, но в нем есть и свои бенефиты. Как я в своих там лекциях про кинокритику периодически говорю, 50 или там уже 70, не знаю, лет назад можно было быть кинокритиком, человеком, который посмотрел все кино. Все то, которое считалось заслуживающим внимания. Все. Но минус этого был в том, что если ты вдруг, вот ты кинокритик, тебе говорят, а что вы думаете про Ренуара? Ты говоришь, я ни одного фильма не смотрел. Говорят, чего? Да ты не кинокритик. Историю китературы русской не можешь не читать Евгения Онегина. Это невозможно. А в сегодняшнем релятивистском мире, во-первых, невозможно посмотреть все кино, даже если ты каждый день будешь заниматься только просмотром фильмов, они быстрее производятся, чем ты их будешь смотреть. Все. Это уже невозможно. Но зато ты можешь сказать, Феллини не слышал. И когда тебе скажут, как тебе не стыдно, скажут, секундочку. А ты какие фильмы Им Квантека предпочитаешь? Каким? Мне больше нравятся первые три. И пятый. А тебе? Я все 70 посмотрел и изучил. И когда ты скажешь, не знаешь сколько Им Квантек, тебя могут спросить, а почему ты считаешь, что главный корейский классик Им Квантек менее важен для развития человека, чем Феллини? Почему ты в этом так уверен? И действительно, в сегодняшнем мире без границ, глобальном мире, мире интернета, это все стремительно уходит. Даже нельзя сказать, ну для нашей культуры важнее Феллини. Почему? С какой стадии? Кто решил? Никто. Это свобода. Она дезориентирует. Это как мир, в котором отменили дорожные знаки. Надо как-то договариваться между собой, чтобы все могли проехать, друг другу не врезались. Удобнее, когда есть светофор, кем-то управляемый, даже каким-то алгоритмом. Вот его нету. Вот. Третья вещь, это, конечно, уход культа больших авторов и писателей, и режиссеров и так далее. То есть вот эти вот иерархии вообще непонятно на чем. Четвертое, это, конечно, подорванное доверие к разным премиям, литературным или киношным фестивалям и так далее, которые нужны, на самом деле, для навигации. Но мир настолько огромен, что эта навигация уже внушает сомнения. То есть есть огромное количество проблем. Ну и, конечно, одновременно с подрывом веры в экспертизу, глобализация этой экспертизы, которая в интернете у каждого есть свое мнение, каждый может это высказать. Каждый суслит агроном. Реальное овеществление великого правительского произведения Даниила Хармса, когда выходит писатель и говорит, я писатель, а читатель говорит, по-моему, это говно. В чем гениальность этого произведения? В том, что в нормальной традиционной картине мира у читателя нету никакого инструмента для того, чтобы сказать писателю, по-моему, ты говно, чтобы он упал замертво. А сегодня мы живем в мире, где писатель и читатель стоят рядом. И один говорит, я писатель, а другой говорит, по-моему, это говно. И это, конечно, новая совершенно ситуация. А поскольку любой критик делает свои деньги и имя на том, что он говорит «это говно, а это не говно», когда вокруг гигантское количество людей, у которых есть свое мнение, которое они ценят выше, чем твое, ты оказываешься в трудном положении. Это фрустрация, это стресс, и на этот стресс мы реагируем словами о закате критики, о ненужности профессии, о ее умирании, в то время как профессия на самом деле демократизируется и становится всеобщей, а вовсе не умирает. Ты затронул важную тему. Рядом с тобой стоит огромное количество людей, которые ежедневно тебе говорят «ты не критик, а говно». При этом мнения их довольно в широком спектре располагаются. В диапазоне вот Долин ничего не понимает в кино, у него даже нет кинематографического образования, до этот человек, который берет деньги за свои рецензии, мы знаем, что он пиарит. Я, поскольку рядом со мной стоит пропорционально чуть-чуть поменьше людей, которые мне говорят то же самое, очень хорошо знаю специфику этих обвинений. А вот тебе, чисто эмоционально, как тебе с ними живется? Ну, во-первых, я за то, что каждый суслик киновед, как главный редактор журнала «Искусство кино», я жутко радуюсь тому, когда люди, не кинокритики, не имеющие образования, вдруг проявляют какое-то парадоксальное мышление. Я читаю огромное количество статей, присылаю их на ящик, читаю все их сам, и вдруг раз, у кого-то интересные мысли или стиль, он или она вообще, ну, не то, что образование не имеет, а люди из ниоткуда. Вот, и я их публикую, ну, посоветовавшись с коллегами, это не единолично принимаемое решение. Вот, и мне нравится, что этих сусликов так много, и что все они агрономы. Вот, сразу, недвусмысленно говорю, когда мне объясняют, ну, во-первых, когда мне объясняют, какой я продажный и какой я плохой критик, это разные вещи. Когда мне объясняют, что я продажный, я часто завожусь, отвечаю, я не могу на это пожимать плечами, потому что люди, даже иногда говоря или пиша это, не понимают, насколько это оскорбительно. Да, вот это самое удивительное. Они не осознают, потому что в их картине мира это норма, что люди нечестны и врут насчет того, что в то время как репутация, это вообще единственное, что есть у критиков, у них вообще больше ничего нет. Вот, что касается тех, кто говорит, что я плохой критик, как бы здесь у меня нет никакого оружия, чтобы ответить, и никакого, на самом деле, желания. Человек, конечно, если это в какой-то язвительной, едкой, неприятной форме выражается, конечно, если это исходит не от ноунейма, а от человека в нашей же профессии, или в сопредельной профессии, или от человека, который сам делает кино, мне обидно. Причем, скажу больше того, вот недавно какие-то ужасные вещи про меня говорил сценарист фильма «Батальон», на мой взгляд, ужасного. Я написал когда-то, чтобы ужасный, больше ни одного его фильма не видел, и его обида на меня явно основана на том, что я написал про этот фильм. И я знаю, что фильм этот, ну, в моей системе координат, ужасен. И я понимаю, что я честно написал о нем, что я думаю, мне не в чем себя упрекнуть. И что человек, который сделал ужасный фильм, считает, что я плохой критик, я должен воспринимать это как комплимент. Он же сделал плохой фильм. Он и не должен меня ценить, он не должен ничего хорошего обо мне говорить и думать. Это логично, это закономерно. Но эмоционально мне это, конечно, неприятно. Ну, конечно, неприятно. Зачем врать, и зачем... Я считаю, что я неплохо держусь. Мне очень часто говорят, ну, вы, Антон, так и уязвляетесь, оскорбляетесь, все время спорите, отстаиваете. Зачем вы защищаетесь, надо просто не обращать внимания. Люди, которые так говорят, никогда ни с чем подобным не сталкивались. Попробуйте себе представить, что вокруг вас, ну, не знаю, 10 человек, потому что вокруг меня их тысяча. 10 человек, которых вы лично не знаете, но они про вас искренне считают, ничего между вами не произошло, вообще не знают, чужие на улице. Что вы омерзительное говно. И они прямо резко это считают, настолько, что они готовы об этом говорить не вам, а просто вот сами между собой. Пространство, да. Я не верю, что есть люди, которые способны посмеяться, пожать плечами, сказать, да мне все равно, я же с ними не знаком. То есть, может быть, и есть. Даже про десятерых. Я думаю, что Ксения Анатольевна Собчак так может. Я думаю, что ей очень нелегко. Абсолютно убежден, что ей это очень нелегко и неприятно. И очень часто эти нотки, ну, даже с вызовом защиты, я в ее каких-то интонациях слышу. Вообще, мнение о том, что если человек публичен, то у него нарастает такая ороговевшая какая-то, то самое, что-то, и он не чувствует этой боли, это нелепо так считать. То есть, что-то, конечно, нарастает. Но уколов настолько больше, что одно пропорционально другому. Вот, дальше тем, кто считает, что я плохой критик, я могу ответить одно. Критик, кроме всего прочего, ну, понятно, что плохой, я скажу, что Дургенев плохой писатель, а Гончаров хороший, скажет, да нет, наоборот. Вот, и мы разойдемся на этом. Это бездоказательно. В искусстве вообще невозможно, и в разговорах об искусстве доказать, что хорошо, что плохо. Я знаю, что я функционален как критик. Я-то знаю, другие могут этого не знать, но я знаю, что моя, как бы, растущая популярность на протяжении долгих лет не была связана ни с какими дополнительными вливаниями или теориями заговора и осуществлениями этих теорий. Это было связано только с тем, что я очень много тщательно работал и том, что один из основных, одна из основных установок в моей жизни профессиональной, это быть внятным и работать для аудитории. Не значит, что потворствовать ее вкусом и прочее, но быть для нее понятным. То есть осуществлять себе коммуникацию. Очень часто критика, это разговор с другими критиками или с авторами, о которых ты пишешь, или с самим собой. А для меня это всегда разговор с аудиторией. Когда я пишу о каком-то фильме, допустим, даже русском, что он очень плох, это не потому, что мне захотелось сделать больно его авторам. Наоборот, мне неприятно, что я им сделаю больно. Какими бы я их ни считал циниками и мерзавцами, мне все равно это неприятно. И когда мне фильм нравится, и я пишу, какой он замечательный, я ни на секунду не думаю о том, как режиссеру или актеру или кому-то будет приятно. Наоборот, когда они говорят спасибо тебе за рецензию, я чувствую себя ужасно неловко всегда, мне нечего ответить. Я не делал этого для них. Это благодарность сразу какую-то тень коррупции создает, что типа мне настолько приятно слышать это спасибо, что поэтому я их похвалил. И это кукушка и петух. Нет, я в любом случае работаю для аудитории. Я ей советую посмотреть фильм или советую не ходить на фильм. Но ведь ты правда гораздо чаще хвалишь, чем не хвалишь. Конечно. Потому что мне нужен серьезный резон для того, чтобы свою нервную энергию, время и силы тратить на вещь, которая, на мой взгляд, не заслуживает внимания. Для того, чтобы я это делал, мне надо знать, что все считают, остальные вокруг, что она заслуживает внимания. И тогда мне нужно их отговорить, сказать, безумцы, куда вы? Остановитесь. Но если это какой-то никому не нужный бездарный фильм, он вышел, он сам проваливается. Зачем мне это, толкнуть падающего? На хрена? Даже если он падает по делам. И в том числе, если падает по делам. Зачем? Зачем? У меня нет внутренней мотивации, я не нахожу. Для того, чтобы обругать большой влиятельный фильм в каком-нибудь «Союз спасения». Вот он идет танком на всех экранах страны. И люди пойдут на него просто потому, что ничего другого не показывают. Важно написать, что этот фильм, на мой взгляд, и неталантливый, и вредоносный по своим идеям. Здесь важно, настолько важно, что можно пожертвовать чем угодно, в том числе работать. Да, как-то и произошло. Я же не идиот, я же прекрасно понимал, какие могут быть последствия. Такие и произошли, когда я писал эту рецензию. И можно здесь спросить, стоит ли одна рецензия, которую ты мог бы просто не писать? Ну да. Увольнение из этого. Ну, наверное, ответы могут быть разными, может быть и не стоит. Но в этой ситуации мне показалось, что я не могу молчать и должен это написать. Вот и все. Вот. Никакого подвига я в этом не вижу. Я считаю, что это просто выполнение профессионального долга. Обычное и вполне тривиальное. Вот. Вернусь. Я работаю для аудитории. И аудитория это ценит. И я как критик функционален. То есть то, что я пишу, читают. Мои книги очень хорошо продаются. Это правда. Их тиражи распродают вторым, третьим тиражом. Делают следующее издание. Практически со всеми моими книгами так произошло. Программы, которые я делаю, их слушают или смотрят. То есть огромному количеству людей то, что я делаю, полезно и нравится. На протяжении уже довольно долгого времени. И всем людям, которые говорят, что я плохой критик, можно ответить только это. Для огромного количества людей я хороший критик, подходящий критик. Я их устраиваю как критик. Конечно, я устраиваю не всех, такого не может быть. Но что такое хороший критик дальше? Тот, который нравится лично мне, но я не медный пятак, я не могу нравиться всем. И не должен. Кому-то, конечно, я не нравлюсь, это нормально. Дальше уже вопрос просто человеческого какого-то этикета и прочего. В какой форме и как, и зачем, и кому ты сообщишь о том, что Антону Долину очень плохой критик? И зачем сообщать это самому Антону Долину в надежде на какую реакцию? И вот тут есть еще один тонкий нюанс, потому что, ну, как ты понимаешь, все, что ты говоришь сейчас, я могу перевести в первое лицо, сказать все то же самое. Да, наверняка. Про себя и свои мотивации, и свои эмоции. Но есть же очень расхожая точка зрения, довольно абсурдная и, тем не менее, ничуть не менее популярная, что то, что нравится многим, почти всем, хорошим быть не может. Критик, который публичная знаменитость, наверное, с ним что-то не так. Что уж больно у тебя много подписчиков в Фейсбуке, наверняка что-то с тобой не так. И вот я несколько уже утомилась объяснять, что плохое и нравится всем, это далеко не идентичная вещь, но ведь это же правда существует такая точка зрения. Ну, на мой взгляд, это элитистский атовизм, восходящий к тому времени, когда искусство было только для грамотных, а грамотных было полпроцента населения. Но мы живем в эпоху всеобщей грамотности, извините, сегодня это так. Хорошо, популярное значит плохое. Значит ли это, что Шекспир, Моцарт, Пушкин, Юнэмит, Ахматова-Сцветаевы, Мандельштам и Бродский, Стивен Спилберг, Сергей Михайлович Зинштейн, что они все плохие? Ну, вот в этом ряду есть вполне однозначно выбивающаяся фигура Стивен Спилберг. Я абсолютно уверена, что если ты опубликуешь этот список у себя в Фейсбуке с тем же самым вопросом, то придет миллион людей, которые тебе скажут, насколько Спилберг коммерческий, переоцененный. Он и есть коммерческий, конечно, но они все коммерческие. Моцарт был суперкоммерческим. А вообще коммерческий и высокий, достойный, это в твоей голове как-то противопоставленные вещи? Ну, и кино вообще об этом спешно говорить, потому что можно быть гениальным поэтом и жить в малюсенькой квартирке и творить бесплатно, а можно быть гениальным поэтом и продаваться за огромные деньги и быть при этом тоже гениальным поэтом. Но кино не делается бесплатно. Коммерческая составляющая в кино, как в искусство, заложена. Кино стоит дорого, даже маленькое кино. И поэтому быть коммерчески окупаемым и успешным для фильма и для автора этого фильма всегда важно. Поверьте, я говорил самыми, самыми радикальными, особенными художниками, которые все сетовали на то, что недостаточно большая аудитория у их фильмов. Джармуш сетовал, Кера Муратова сетовал. Им всем хочется больше аудитории, больше денег. Не деньги им нужны, а нужно, чтобы фильмы зарабатывали деньги, чтобы они могли делать следующие фильмы и все. Поэтому в случае с кино это обвинение нелепое. Но можно вычеркнуть из этой линейки Спилберга, давайте Кубрика назовем, давайте кого-то, чей авторитет в области искусства, не сомнений, да назовите Феллини. Он был очень популярный режиссер, очень. На него ходило огромное количество людей, просто собирал очень много денег своими фильмами, лучшими, конечно. Почитайте «Латерну магику» Бергмана. Про Бергмана трудно такое поверить, но он реально там пишет. Там вышел фильм «Стыд», допустим, там супер радикальное кино. Что-то сборы не очень, наверное, рекламную кампанию не очень хорошо провели. И Бергман об этом тоже тревожится, для всех это важно. Но я-то как раз как критик, я же критик, я не производитель культурного продукта. Я не очень тревожусь об этом. Честно говоря, мне было бы гораздо комфортнее, если я был бы менее популярен, как критик. Просто это часть меня, ну как кто-то рождается, не знаю, с длинными ногами, не укорачивать же их. Вот такие они. Нос еще можно поменять, а с ногами, в общем-то, ты ничего не сделаешь. Вот. У меня так вышло, что какие-то свойства моей натуры и какие-то мои данные привели к тому, что у меня довольно большая аудитория. И все. Ну, я ничего плохого в этом не вижу, но это никогда в жизни не было моей сверхзадачи. Мне и в голову бы не пришло, что я хочу быть популярным критиком. Хотя бы потому, что популярный критик – это, в общем, так все морон. Вот, да. Вот мне тоже кажется, что популярный критик – это странная позиция. Очень странная. И в этом смысле, конечно, я понимаю, что тебе, как популярному критику, должно быть не очень комфортно. Потому что критик, по идее, это не тот, на кого направлен софит. Мы снимаем наш разговор в кинотеатре «Октябрь». Огромный кинозал, который, понятное дело, сейчас, я думаю, переживает не самые легкие времена. Я так поняла из нашего с тобой разговора, что, в общем, ты не ожидаешь кончины кино и кинотеатров. Конечно, нет. А есть ли какие-нибудь фильмы, которых ты, как критик, ожидаешь для того, чтобы поговорить о них с зрителями? Вот я, например, как-то наблюдаю некоторое волнение в области кинофильма «Чернобыль», который скоро должен выйти. Мне тоже любопытно. Ты еще не смотрел? Нет, еще нет. Кидаю я вас с тревожным сердцем. Как вы тут без меня будете, а? Давайте! Привет, Ланя. Ну, он есть, но он еще не готов окончательно. Я люблю смотреть фильмы, когда они уже завершены. Ну, понятно, да. На самом деле, у критиков есть возможность иногда попросить показать какую-то неготовую версию, но я это не люблю. У меня есть свой лист ожидания, небольшой, на этот год. Другое дело, что я не уверен, что все эти фильмы вот в этом зале могут быть показать, потому что это такое авторское кино по преимуществу. Но один из этих фильмов уже вышел. Это фильм «Душа», мультфильм. Я считаю, выдающийся. Я читал твою рецензию. Шедевр этого года. Ну, для меня прошлое, я увидела его в прошлом. Подарок для меня личный в этом году перевыпускают, ну, потому что пока без рыбий некоторые, всякие старые фильмы Ларс фон Триера на большом экране. Вот мы здесь показывали, обсуждали с залом «Рассекая волны», но это фильм для большого экрана. Некоторые картины живут так, совершенно иначе, чем на любых других носителях. Если же говорить о новых фильмах, которые я еще не видел и хочу, то, во-первых, я очень жду новую картину, прости господи, «Опечетпонговая Рассетакуна». Всегда восхищалась твоей ловкостью в произнесении этого. Ну, я давно... Друзья знают его просто под именем Джо. Это меняет дело. Конечно. «Опечетпонг» — это такая, мне кажется, азиатская версия Линча. Но не подражатель, а вот равновеликая фигура. И он сделал фильм в Колумбии с Тильдой Суинтон в главной роли. Я думаю, что это будет как минимум что-то необычное. Тайский режиссер в Колумбии с Тильдой Суинтон. Такой треугольник из совершенно каких-то несовместимых сторон и углов. Не знаю, что получится. Второй фильм, которого я очень жду, — это фильм, который называется «Анет», — это имя главной героини. Это новый фильм через 10 или 11 лет после предыдущего Леоса Каракса. Любимейшего моего французского режиссера, автора вот этих священных моторов. А до этого фильмов «Любовник из нового моста», «Дурная кровь», «Поло Икс» и «Парень встречает девушку». И он очень неожиданный режиссер, всегда делающий какие-то странные вещи. А в этом его фильме еще и в главных ролях Марион Катияр и Адам Драйвер. Это мюзикл, оригинальный мюзикл с песнями «Спаркс». Они написали мюзикл специально для него. То есть что это будет, непонятно, но явно что-то совершенно вообще нестандартное. И, наконец, я очень жду, совершенно не стесняюсь и не скрываю, Дюну Дени Вильнева. Потому что, во-первых, я очень люблю Дюну Фрэнка Херберта и считаю, что это просто один из лучших научно-фантастических романов «Эва». Про сиквел это более сложное отношение. Но вот для меня Дюна на одной линии с марсианскими хрониками, с какими-то важнейшими для меня, с пикником на обочине, с важнейшими текстами. Вот. И, кроме того, Вильнев такой неровный режиссер, который, как показали фильмы «Прибытие» и «Бегущий по лезвию» новый, очень хорош в научной фантастике. И вот мне кажется, что это у него должно получиться. И это тоже кино явно для большого экрана. Ну вот, я бы этим ограничил. Никакого русского фильма, который я мечтаю увидеть в этом году, у меня нет. Но я надеюсь на какие-то приятные сюрпризы. Я думаю, что они случатся. А как ты думаешь? Я про это думаю в последнее время довольно много. И мне кажется, что у тебя тоже должны быть какие-то мысли по этому поводу. Позиция «популярный критик» или, как иногда тебя называют, главный критик. Главный кинокритик. Это ужасно звучит, да. А у меня тоже сразу просто мороз по кожушку, какой-то главкритик. Абсолютно. Советским детствам. Глав рыба. Глав рыба, да. А вот видишь ли ты какой-то выход из этой позиции? Что будет, когда ты перестанешь быть главкритиком, главным кинокритиком? Мне нужно, наверное, сменить просто какую-то область деятельности. Пока я себе это не очень представляю. Во-первых, я люблю заниматься критикой. Мне просто нравится это занятие. Это не связано с бенефитами никакими от этого вообще. Ни с деньгами, ни с чем. Я сейчас сел писать новую книгу. Нахрена я это пишу? Книги приносят меньше всего денег и славы. И жрут больше всего времени. Ну, наверное, понятно. У меня уж книг тоже много довольно. У меня их больше десятка. Зачем я это делаю? Просто мне захотелось углубиться в какую-то тему. Вот я на этой теме начал копать. Книга для этого, подходящий какой-то формат. Я пересматриваю фильм с блокнотом. Мне нравится, что у меня новый блокнот. Я вот его открыл и делаю какие-то заметки. И вот я пишу, и мне нравится. То есть этот процесс в себе остановить я могу только путем какого-то насилия над собой. На самом деле. Потому что он идет постоянно. Я могу уволиться из тех мест, которые предполагают большую аудиторию. Вот я работаю в искусстве кино. Ну, тираж журнала за последние эти годы выше 6 тысяч экземпляров не поднимался. Слушай, ну 6 тысяч экземпляров для синифийского издания. Ну, да, да. Но для сегодняшнего мира это как бы вообще не цифра. Вот. Не знаю. Может быть, надо уйти с позиции главного редактора, чтобы вот это слово «главный» как-то ушло. Как только будет кому передать, я прям сразу этот скипетр с короны отдам. Мне они, конечно, даром не нужны. То есть мне очень нравится искусство кино и там работать, но это другой вопрос. Мне всегда нравилось. Я там пишу 20 лет уже. Вот. Не знаю. Мне кажется, что сбежать от этого всего по-настоящему и от этих штампов тоже можно только в могилу. Я как бы если не верить в то, что там закроются все кинотеатры и вот не будет сцены вроде той, на которой мы сейчас сидим, чтобы на нее выходить. Не то, что мне действительно нравится выходить на сцену. Но я, скажем так, ее не боюсь. Я не боюсь сцены, не боюсь микрофона. У меня, правда, нет никакого нарциссизма. Я не нравлюсь сам себе, когда я смотрю на это со стороны. Но у меня не дрожат поджилки. А ты смотришь свои видео? Нет, я не в состоянии. А то вот Дудя, у Дудя себя посмотрел? Нет. Нет. Я посмотрел пару кусочков там по 30 секунд. Вот. Ну, выгляжу вроде ничего. Отлично выглядишь. Нет, нет. Я не могу больше. Я не могу на себя долго смотреть. Мне это не доставляет совершенно никакого удовольствия. Вообще никакого. Вот. Но это не какое-то самоотрицание, что я там заливаюсь краской, стыжусь, думаю, господи, какая же я дрянь. Просто, ну, я себя чувствую неловко, неуютно. Ближе всего это, помнишь, я не знаю или нет, может, ты его не смотрела, а может быть, помнишь наизусть, фильм Линча «Шоссе в никуда». Ну, вот там есть прекрасный момент, один из самых таких стрёмных моментов вообще в истории кино. Когда на вечеринке к главному герою подходит человек непонятный и даёт ему телефонную трубку, и тот звонит себе домой, и там этот же человек отвечает. Вот такое бессмысленное какое-то раздвоение. Давай. Я же сказал, что я здесь. Вот когда я смотрю себя на видео, я себя чувствую, как герой фильма при разговоре с этим человеком. Вашу маму и тут, и там передают. Абсолютно. Хочется сразу как-то от этого уйти. Вот. Но я вообще, я не получаю никакого от своей популярности удовольствия, кроме случаев благодарности каких-то конкретных людей за какие-то конкретные вещи. Вот я написал какую-то статью. Вот мне кто-то придёт, мы с тобой поговорили, я написал статью про Бергмана. Приходит человек и говорит, вот ваша статья про Бергмана, я после неё пересмотрел, или впервые в «Психоте Пани Александр», слушайте, это просто вот как-то меня перепахало. Это очень приятно всегда. Ты чувствуешь, что ты делаешь что-то полезное. То, что другим людям это что-то даёт. И когда ты видишь полезность своей деятельности, мы же все боимся смерти. И все хотим какого-то бессмертия, в которое не верим. И когда ты делаешь какие-то вещи, вполне материальные или нематериальные, которые воздействуют на других, как-то слегка искривляют пространство, ты понимаешь, что ты живёшь не зря. И всё. Очень важно жить не зря. На мой взгляд. Для меня очень важно. Кому-то, может быть, вообще это в принципе об этом не задумывается, это не важно. Для меня жить не зря очень важно. И в этом смысле огромное количество вещей, которые я сделал, ну не знаю, от купленного домой книжного шкафа до воспитанных мной детей, или лекций где-то прочитанных, или каких-то статей написанных. Я немножко искривляю пространство, чуть-чуть. И в эти секунды я живу не зря. И в этом смысл жизни в том, чтобы жить не зря. Для меня. Очень мне понятная и близкая точка зрения. У меня есть стандартный вопрос, который я задаю всем своим собеседникам. Тебе его задавать очень смешно. Но я всё-таки его задам, а ты можешь надо мной посмеяться, а можешь попытаться назвать какие-то объекты. Скажи, пожалуйста, вот я всегда привожу пример, что я человек-властелин колец. Вот если мне нужно себя коротко описать для собеседника, я скажу, что я человек, который состоит в значительной степени из «Властелина колец». Вот эта книга, которая меня не то чтобы исчерпывает, но многое обо мне говорит. А вот если бы тебе нужно было выбрать какое-то количество объектов искусства, которые в наибольшей степени тебя характеризуют, которые в наибольшей степени про тебя, для тебя, из которых ты состоишь, что бы ты назвал? Это может быть два, пять, сто, это может быть, не знаю, широкими мазками, а может сказать, что ты весь состоишь из культуры, это будет тоже, вероятно, правдой. Ну, немножко так и есть, но какие-то важные произведения, которые меня сформировали, конечно, я могу их перечислить. Другое дело, что мне потом будет обидно, я потом вспомню, что я не назвал это, то и сё. Так всегда бывает. Да, но они совершенно точно есть. Хорошо, давай я просто повспоминаю, практически в любых областях искусства эти произведения для меня есть. Если говорить о книгах, это Айвенга Пальтера Скотта, это песня Роланде, это, конечно же, Сиранода Боржирак, это, не знаю, брать ли сюда нон-фикшн, но вот, например, некоторые тексты Ролана Барта, несомненно, прямо вот изменили меня. Это бесы Достоевского и некоторые другие его тексты, но это прежде всего. Это Кавка, прежде всего, замок. Это Человек без свойств, Роберт Музель. Это В поисках утраченного времени, сравнительно недавно прочитанное, лет пять назад я дочитал, но вот из книг, прочитанных за последние годы, наверное, она была важнее всего. Это драматургия Росина, это Гамлет, это, конечно, литература романтизма, я пытаюсь вспомнить, какие конкретные вещи вот такие, ну, может быть, 93-й год Гюго, да, очень, в очень высокой степени. Это «Красная и черная» Стендаля. Не модель моей жизни, а вот такая книга, как не надо для меня на всю жизнь. Абсолютно очень в этом смысле важная. Это «Имя Розы» и в еще большей степени «Маятник Фуко» Умберто Эка. Это «Невыносимая легкость бытия» и «Вальс на прощание» Милана Кундеры. Это «Хазарский словарь» Милорадо Павичи, «Что греха таить», книга, из которой я в очень значительной степени состою. Это некоторые американские палп-фикшн, Роберт Говард, «Книги о Конане и Варваре», «Мифы Ктулху» Говарда Филлипса Лавкрафта, конечно, Стивен Кинг, наверное, сильнее всего «Сияние кладбища домашних животных» и «Оно», вот, любимейший мой роман «Оно». Из более позднего «Донна Тарт», «Франзен», прежде всего «Щегол» и «Роман Свобода», наверное. Ну, вот это первое, что вспомнилось. Это такой короткий для меня список. Понятно, на самом деле, гораздо-гораздо больше, длиннее, но вот это важные для меня тексты. Если идти в сторону, ну, например, музыки, это «Монтеверди» и «Джезуальда», это «Гийом Дюфай» и «Фламандские полифонисты», очень многие, это ранняя музыка. Если говорить о более поздней, это, конечно, «Моцарт» и, прежде всего, его оперы «Дон Жуанна», «Кози Фантутте» и «Свадьба Фигаро». Это, конечно, «Вагнер», прежде всего «Парсифаль» и «Тангейзер», но и все остальные его музыкальные драмы тоже. Это «Неоконченная симфония Шуберта», это «Вторая симфония Бетховена», это «Пятая», «Шестая» и «Седьмая симфонии Малера», это музыка «Молоток без хозяина» Пьера Булеза и «Прометей» Луи Дженону. И некоторые вещи Шнитке, в особенности, наверное, «Кончарто Гроссо» его. Ну, по-моему, уже занудно. Кино, кино. Скажи про кино и... Кино, кино, окей. Из отечественного кино, например, вот мой такой сакральный фильм для меня, это фильм «Служили два товарища». Он очень для меня важен. Из европейского, который я так люблю, из старого, это «Седьмая печать» у Бергмана и «Слово» у Дрейера. Это Тарковский, конечно, «Зеркало», прежде всего. Но и «Жертвоприношение», и «Сталкер» тоже. Это Ларс фон Триер, Дэвид Линч, два важнейших для меня сегодня режиссера. Если Линч, то прежде всего «Твин Пикс», если Триер, то очень-очень многие его вещи, но, наверное, «Танцующая в темноте» и «Догвиль» выше всего. И «Идиоты». Это Такеси Китана и его «Кикуджиро» и «Фейерверк». Это Джим Джармош и его «Пес-призрак», прежде всего. Основаны на еще одной важнейшей книге моей жизни на Дон Кихоте. Вот тоже книга, без которой я себя совершенно не представляю. Конечно, для меня очень многое важно в советском популярном кино, но мне трудно так на вскидку назвать, что, ну, наверное, «Добро пожаловать ли посторонний уход воспрещен» и «Бриллиантовая рука» и «Берегись автомобиля». Вот три фильма, которые для меня, вот они совершенно бриллиантовые. Я не знаю, какой из них важнее, очень трудно сравнивать, но считаю их гениальными. Вот, конечно, «Тарантино» и «Криминальное чтиво», конечно, «Земейкис» и «Форест Гамп», несомненно, «Назад в будущее», конечно, «Спилберг» и «Челюсти», лучшая интерпретация, «Моби Дика» и еще одна важная книга. Вот, и «Близкие контакты», и «Инопланетянин», «Величайший еврейский фильм», как кто-то сказал, я думаю, совершенно справедливо. Нет, нет, до меня. Я откуда ты это взял? Ну, это так. Вот. Ну, вот тоже. Это такие какие-то куцы, коротенькие, случайные, навскидку придуманные, совершенно не составленные заранее списки. Но, наверное, тут важно то, что первое приходит на ум, да? Именно, в этом весь смысл. Спасибо тебе огромное. Мы можем разговаривать еще очень долго. И будем. И будем, я надеюсь. Спасибо. Ура!